Здравствуйте! Это программа «В центре событий». Меня зовут Ефим Шимцев. И сегодня в выпуске. В шаговой доступности губернатор осмотрела новые площади второй поликлиники. Голос есть у каждого. В отдаленных угодьях ханты смогли воспользоваться избирательным правом. Внушительный перевес. Сегодня прошел первый матч Кубка мира по водному полу. Губернатор Югры Наталья Комарова осмотрела новые отделения второй поликлиники. Филиал учреждения находится на улице Мелик-Карамова, 4 и включает в себя 10 терапевтических участков и столько же педиатрических. Кабинеты неотложного приема, доврачебно-медицинской помощи и проведения процедур. В общей сложности здесь могут получить первичную медицинскую помощь более 25 тысяч человек. Поликлиника была построена из расчета на 14 тысяч населения. Сегодня у нас 96 тысяч населения. Если бы мы 4 года назад не занялись бережливыми технологиями, то, наверное, мы бы необходимый объем работы по госзаданию выполнить не смогли бы никогда. А сейчас у нас, в принципе, достаточно комфортные условия для попадания на приемы. У нас выстроены процессы. И сейчас мы являемся фабрикой процессов для медицинских учреждений центральной зоны Ханты-Мансийского округа. Очень активно людей обучаем. Планируется, что здесь изначально уже не будет традиционных медицинских карт. Документы будут храниться в сети. На прием к врачу можно будет записаться, как обычно, по телефону и через регистратуру, а также через терминал и сайт. Из дополнительных удобств – возможность попасть на прием к любому терапевту без привязки к участку. А если человек хочет остаться на учете в основном здании поликлиники, его желание тоже будет учтено. Но комфортные условия первые лица смогли оценить уже сегодня. Главе сургута Вадиму Шувалову измерили давление. Оно оказалось в норме. А пациентов здесь примут уже в следующий понедельник. Если спросить жителей, куда удобнее проголосовать ногами в поликлинику, которая, например, в 5 километрах от того дома, где ты живешь, или вот пусть там в 500 метрах километра, иногда и гораздо меньше, ближе к расположенному филиале поликлиники, ну, наверное, все-таки удобно прийти на прием к врачу, который принимает в шаговой, мы говорим, доступность от того места, где ты проживаешь. Сургут – большой город. Нижневартовск тоже большой город. Большие города, они находятся, они испытывают большую потребность, они быстрее растут, они быстрее прирастают новым молодым населением. Наверное, от этого там эти вопросы стоят острее, и их решать приходится, да, быстрее. Здоровое сердце – богатство. В Сургуте начался окружной месячник по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Акция традиционная, но каждый год она меняет формат. На этот раз врачи будут максимально привлекать население к изменению образа жизни, чтобы сохранить сердце здоровым. Кроме ставших классическими листовок и уголков здоровья, особое внимание уделят пациентам стационаров. Дважды в неделю будут проводиться школы здоровья в больницах, а в субботу для родственников и всех желающих диалог с врачом. В музее сердца школьникам расскажут о факторах риска, влияющих на работу главного органа в организме. Кроме кардиологов, с ребятами встретятся и эндокринологи, чтобы рассказать об основах правильного питания. На примере экспоната покажут, что может стать человеком, который страдает ожирением. Также будут еженедельно проходить в нашем учебно-методическом центре мастер-классы по основам реанимации «Научись спасать жизнь». Кроме того, 29 сентября, это не только Всемирный день здоровья, но это дата знаменательная для нашего центра, потому что ровно 20 лет назад была выполнена первая операция на открытом сердце. И, конечно, у нас будут проведены мероприятия, приуроченные к нему здоровью. В округе медленно, но верно снижается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Причем, по словам главного кардиолога Югры, это не только заслуга медиков. Люди чаще стали обращать внимание на свой образ жизни и менять его в лучшую сторону. Сейчас в округе 240 тысяч пациентов с сердечно-сосудистой патологией. Все больше югорчан проходит диспансеризацию. Комплексное обследование позволяет выявить заболевание на ранней стадии. Каждый второй пациент – это пациент с гипертонической болезнью. Поэтому гипертоническая болезнь, я не устаю повторять, это убийца номер один, тихий убийца. То есть она как бы течет незаметно, повышение артериального давления, болит голова, принимает таблетки, а потом выливается. Это достаточно серьезное осложнение. Это либо инфаркт, либо инсульт. Поэтому здесь, конечно, очень большое значение имеет самоконтроль. Измерять давление, знать свой вес, знать свой индекс массы тела, сахар, кровь и холестерин. И, в общем-то, на сегодняшний день достаточно много и медикаментозных, и не медикаментозных средств для коррекции тех или иных факторов риска. Пожар уничтожил деревянный дом в Сургуте. ЧП произошло сегодня около 13 часов. На пульт дежурного МЧС поступил сигнал о загорании одноэтажного строения в поселке Взлетный. К моменту прибытия первых экипажей помещение на площади около 50 квадратных метров практически полностью было объято пламенем. Сложности у спасателей возникли с ликвидацией горения на кровли. Она оказалась очень неустойчивой. Тем не менее, через 10 минут с огнем удалось справиться. А еще через полчаса полностью ликвидировать. Пострадавших нет, дом был расселенным. Соседи подозревают, что это был либо поджог, либо же причиной ЧП стал непотушенный окурок. Точные выводы сделают следователи. Это быстрее всего вот это. Мы уезжали, тут газелька подъезжала и лазили. Ну вот здесь машина стоит. Вышел, посмотрел. Нормально. Вот тут только кресло, было прикрыто воронка. Ой, калитка. Двери вот эти. Вот эти. Смотрю, он в стороне валяет. Кто-то ходил здесь? Кто-то лазил. Ну я, мы сели, поехали. Думаю, приедет, я опять прикрою. Реализовать свое право должен каждый. В участковых избирательных комиссиях принимают заявки на голосование на дому. 9 сентября Сургут примет участие в выборах губернатора Тюменской области. А по двум городским округам, 22-му и 4-му, жители довыберут депутатов в муниципальную думу. Однако в связи с состоянием здоровья или же преклонными годами не каждый может прийти на участок. В этом случае нужно позвонить в свою участковую комиссию, причем сделать это могут родственники, друзья или соседи, и оставить заявку на голосование на дому. Важное условие, в день выборов вы должны находиться по месту прописки. Заявки на такое голосование принимают до 14 часов 9 сентября. После этого времени специалисты придут домой и дадут возможность реализовать свое избирательное право. Каждую компанию в Сургуте такой возможностью пользуются примерно полторы тысячи человек. Это традиционный вид голосования, который проводится в соответствии с законом. И могу сказать, что немного, но такие избиратели у нас в городе есть, и они активно пользуются всегда на избирательную кампанию. Очень много выезжает участковая комиссия к избирателям пожилого возраста. Досрочно более 600 человек проголосовали в Сургуте за кандидатов в губернаторы Тюменской области и претендентов на депутатские кресла в Думу города. Тех, кто по уважительной причине не сможет присутствовать на участках 9 сентября в будние дни в Уиках, ждут с 17 до 21 часа. Выходные с 10 утра до 2 часов дня. Досрочное голосование продолжается и в Сургутском районе. Там избирательные комиссии на вертолетах добираются на угодья Ханты, чтобы они могли реализовать свое конституционное право. Кстати, уже приняла участие в выборах и губернатор Югры Наталья Комарова. Подробности у Дарьи Давыдовой. Важен голос каждого. Сотрудники избиркомов к поездкам на буранах, плаванию на лодках и полетам на вертолетах давно привыкли. Без них не обходится ни одна избирательная компания. Предстоящая 9 сентября исключением не стала. Румина Теймурова работает в участковой комиссии с 2010 года. Говорит, летать по угодьям, где живут Ханты, не сложно, а интересно. Чумы, оленьи-стойбища, рыба и дикоросы. В день участковая комиссия облетает от 7 до 9 угодий. Как правило, чтобы охватить все угодья, Сургутского района хватает недели. Впрочем, голоса избирателей все равно будут ждать своего часа в опечатанных урнах. Подсчитывание голосов у нас идет 9 после 20.00, 9 числа, 9 сентября, в день голосования. Тогда у нас ящики выносятся на обозрение наблюдателей и членов комиссии. И тогда открываются при всех эти ящики, они все запечатаны к этому времени, открываются и подсчитываем голоса. В том числе и эти голоса. Как отметила секретарь Уика, Ханты голосовать не отказываются никогда. Каждому привозят информацию о кандидатах, чтобы избиратель мог спокойно изучить и сделать свой выбор. Раисе Тевлиной 77 лет. К приезду участковой избирательной комиссии старожил деревни Рускинской подготовилась. Даже накрыла стол с вареньем из морожки и олениной. Говорит, что в самом поселении бывает редко. Тем более сейчас, когда разгар сезона тихой охоты. Рыбать сама. Секи ставлю, мордушку. И много ловите? Сейчас, сегодня совсем погода плохая. Нет, вообще? В день сколько вы можете ловить? Я только там много ловила. А сколько килограмм? Ой, 10 килограмм. Рускинская этой осенью принимает участие не только в выборах губернатора Тюменской области, но и голосует за главу поселения. Впрочем, Раиса Тевлина призналась, что уже заранее знала, напротив чьих фамилий поставит галочки в избирательных бюллетенях. У вас все хорошо получается. Все хорошо получается. Участковые избирательные комиссии Сургутского района будут летать по угодьям до 8 сентября. Именно до этого дня длится досрочное голосование для тех, кто по уважительной причине не сможет прийти на свой участок 9 числа. Кстати, своим избирательным правом уже воспользовалась и губернатор Югры Наталья Комарова. Она проголосовала досрочно из-за рабочей поездки в Коголым, которая у нее запланирована на воскресенье. Способ, демократический способ высказывания своей позиции, участия в том или ином проекте. И вот еще одно общее правило, которое действует во всем мире, которое тоже может быть основанием для того, чтобы каждый гражданин принял соответствующее решение. Бюллетень губернатора запечатали в специальный конверт. В единый день голосования его опустят в общую избирательную урну. Дарья Давыдова, Вячеслав Ширкунов, Сургут, Интерновости. Участвуя и побеждая, организаторы историко-краеведческой викторины города Югры подготовили для сургутян сюрприз. В число подарков для победителей розыгрыша вошла квартира. Помимо квадратных метров, каждый, кому уже исполнилось 6 лет, может получить автомобиль, смартфон, бытовую технику. Все, что нужно для того, чтобы стать участником масштабного события, скачать и заполнить анкету из 10 вопросов. Антонина Сахарова знает, где получить бланк, а также чем угостят каждого участника викторины города Югры. Главная новость от организаторов викторины города Югры. В Сургуте в число призов вошла квартира. О таком внушительном презенте организаторы договорились буквально на днях. Говорят, что желание изучать историю родного края должно хорошо поощряться. Причем выиграть квадратные метры может любой. Сын первоклассник принес анкету нам домой, и мы решили тогда загорелись и участвовать. Особенно дети, они потому что верили, что они выиграют, победят. И надо сказать, что детская вера, чудо, она, наверное, его победила. Потому что мы взрослые уже не верим в чудеса, а у детей это получается. Я поверила, и у меня появились такие возможности, что я и в другом выиграла. В этот раз список призов не менее внушительный. Кроме квартиры, сургутяне могут попытать счастье и испытать удачу. В розыгрыше четырех машин, снегохода, скутеров, планшетов, айфонов 10, телевизоров и другой бытовой техники. А также сертификатов и пригласительных билетов. Чтобы помочь и достичь результата, организаторам приготовили для югорчан 15 уникальных познавательных интернет-буклетов. Для того, чтобы наши югорчане читали эти буклеты всей семьей. Наша главная задача в этом просветительском этапе. Они очень интересны. Мы понимаем, что людей времени мало сегодня, что они все связаны с историей. Мы хотели бы с тобой люди очень легко и просто прочитали об истории родного города и смогли ответить на наши вопросы. Для того, чтобы быстрее обработать анкеты, а также исключить задвоение бланков, викторину сделали более технологичной. Каждому бланку присвоили личный QR-код. Скачать анкету необходимо на портале «Открытый регион». Скачано уже более 20 тысяч штук. Десять вопросов. Пять из этих вопросов об общей истории Югры и пять вопросов о конкретном населенном пункте, в котором проживает наш югорчанин. То есть, что касается Сургута, то это будет пять вопросов предметных об истории Сургута. Кстати, для каждого участника, независимо от того, правильно он ответил на вопросы или нет, приготовлен сладкий приз. Организаторы закупили 36 тонн шоколада. В Сургут поступило больше 100 тысяч шоколада, это около 10 тонн, и поэтому абсолютно все участники 100% получат свои призы. И также маленькие участники, мы не должны забывать, что викторина у нас от 6 лет, и поэтому как раз таки я думаю, что детям будет очень приятно за свое такое участие получить приз. Пункты приема анкет разместят 9 сентября в непосредственной близости от избирательных участков. Так было и во время викторины Югре-900, и удобство размещения себя оправдало. Итоги организаторы подведут 15-16 сентября в прямом эфире. Антонина Сахарова, Дарья Давыдова, Денис Зонов, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Теперь они точно знают, как пахнет нефть. В нашем городе прошла церемония посвящения в нефтяники молодых специалистов Сургутнефтегаза. Ради этого сюда приехали и работники самых отдаленных подразделений. Екатерина Любишева узнала, что желают новобранцы сами себе, и какие напутственные слова они слышат в начале трудового пути. Отправить послание самим себе в 2021 год легко. Закладывать капсулу времени с пожеланиями уже стала традицией в Сургутнефтегазе. И первое из таких посланий от новобранцев года 2015-го уже вскрыли на минувшем празднике. До этого момента она хранилась в музее предприятия. Ни шагу назад, ни шагу на месте, не оставаться в операторах, перевестись в геологи, продвигаться дальше по карьерной лестнице. А еще желаем личного счастья. Странно, но в пожеланиях себе не было ни слова о квартальной премии. Наверное, нефтяники действительно бескорыстно любят свою работу. Меня сюда физикой соблазняли больше, но в целом оказалось куда более интересное, чем я мог по себе подумать. Люди очень со всей России хорошие, общительные. Мы, как говорится, глаза и уши всего бурильного процесса. Именно в работе главный коллектив – это эридированные люди. То есть весь персонал очень доброжелательно настроен, все помогают, подсказывают. Я думаю, что такая работа – это огромное удовольствие. Как нам говорили преподаватели, что геофизики – это элиты в нефтяной отрасли. Независимо от подразделения, всем новобранцам выдали каски. Скорее, как памятный сувенир. Ведь на головном уборе – автограф и пожелания от начальства. Руководящий состав лично жмет руку на церемонии всем вновь прибывшим, внушая уверенность словами «Вы – наше будущее». 11 лет, и 11 лет эта традиция существует, и до меня существовала. Вот эта традиция посвящения в нефтяники. И после этого посвящения я еще с ними, со всеми встречаюсь. То есть это где-то в октябре, когда уже они 2-3 месяца поработают, возникнут какие-то вопросы, проблемы, и мы уже собираемся, обсуждаем для принятия каких-то решений. Ну и, наверное, какие-то пожелания высказываются при этом. Пожелания им, ребята, вперед достигать. У них пожелания на касках написаны. Все в ваших руках. Ежегодно в Сургутнефтегаз вливается свежая кровь в количестве 500 человек. По традиции молодые профессионалы окунают руки в нефть и оставляют свой след на холсте, который по окончанию церемонии запускают в небо. На сегодняшний день средний возраст работников компании – 38 лет. Самый молодой состав в управлении буровых работ. Больше всего новичков приходит в крупнейшее подразделение компании НГДУ «Нижний Сартымскнефть». Продвижение по карьерной лестнице, ребят, которые начинают свой путь так называемого «споля», достаточно быстро. И в компании полно примеров, когда ребята на 3-4 год становятся либо буровыми мастерами, либо заместителями начальника цеха, или даже начальниками цеха по добыче нефти и газа. Учитывая, что большинство из руководителей сами в свое время были молодыми специалистами, и почти все начинали свой трудовой путь с рабочей специальности, они как пахнет нефть, знают не понаслышке. Пути назад нет. Молодые специалисты при всем городе пообещали достойно выполнять работу, быть достойными великих трудовых подвигов нефтяников-первопроходцев, гордо нести свое звание. Венеевская! Екатерина Любешева, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости. Кубок мира по водному полу среди женских команд официально стартовал в Сургуте. Сегодня прошли первые игры, но в дебютной игре сборная США противостояла команде Новой Зеландии. Это была игра не совсем равных соперников. На мировых турнирах американки собрали целую россыпь наград. Два золота Олимпийских игр, в том числе последних летних в Бразилии. А кроме того, пять титулов, победителей чемпионата мира и 12 побед в мировой лиге. Сборная Новой Зеландии похвастаться какими-либо серьезными международными триумфами не может. Команда США – команда мирового класса. И сегодня мы получили возможность сыграть против сильного соперника. У американок выше скорость, но мы будем стараться прибавлять. Это один из приоритетов на следующие матчи. Встреча продолжалась на равных всего около пяти минут. Затем американки сделали мощный рывок со счета 1-1, забив семь безответных мячей подряд. Была видна разница в скорости команд. Спортсменки из США были быстрее. Их передачи всегда были направлены на атаку. Тогда как их соперницы подолгу разыгрывали мяч и не всегда завершали свои выпады ударами по воротам. В итоге Новую Зеландию в стартовой игре Кубка мира ждал разгром. Матч завершился с результатом 18-2. Нападающая команда США Ария Фишер отправила в сетку новозеландских ворот четыре мяча. А Кайли Ньюшелл забила пять голов и стала лучшим игроком матча. В правилах водного пола не так давно произошли изменения, поэтому сегодня у нас была возможность их отработать. Это была не самая сложная игра. Мы выкладывались не на полную. По ходу турнира мы будем еще прибавлять. Эти и другие новости доступны на нашем сайте. У меня на этом все. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. До свидания. С любимыми не расставайтесь. С друзьями почаще встречайтесь. И праздники со вкусом отмечайте. Ресторан Аккорд предлагает проведение любого торжества под ключ на высшем уровне. Оформление зала в подарок и скидки при заказе банкета в будни. Ресторан Аккорд. Звоните 33 55 00. До сих пор ждешь, когда упадут цены на жилье? Ниже уже не будет. Покупай прямо сейчас готовое жилье по улице Мелик Тарамова 40 и 40 дробь 1. Однокомнатные квартиры от 1 миллиона 650 тысяч рублей. Двухкомнатные от 2 миллионов 700 тысяч. Трехкомнатные от 4 миллионов рублей. Ипотека и акции при покупке от ведущих банков. Кстати, внести оплату теперь можно через сайт sps86.com. Улица Тюменский тракт 2-2-1. Телефон отдела продаж в Сургуте 600-190. Сиппромстрой. Добро пожаловать домой. Компания «Жалюзи». Жалюзи всех видов. Карнизы для штор, замеры и установка. Изготовление за один день. Теперь мы еще и по новому адресу. Улица Геологическая 9. В торговом центре Славянский. Телефон 33 33 21. А ты говоришь, не сезон. Я все переживаю, как там наш крыжовник. Маш, сделай погромче, а? Хорошо там, где есть Радио Дача. И о погоде на 5 сентября. Здравствуйте. В студии Инна Павлев. В среду в большей части Западной Сибири будет сказываться область повышенного атмосферного давления с преобладанием относительно солнечной, сухой и умеренно теплой погоды. А температурный фон окажется немного выше климатической нормы. Ночью в Сургуте и окрестностях переменная облачность, без осадков. Направление ветра западное 27 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2, плюс 7. Утром небольшая облачность, осадков не ожидается. На столбиках термометра около 9 градусов тепла. Днем с прояснениями, без осадков. Ветер западной четверти 1,6 метра в секунду. Температура 18-23 со знаком плюс. В магазине «Домашний погребок» большой выбор самоваров от классических до расписных, а также продукты для изготовления праздничных напитков. Дрожжи, натуральные ароматизаторы, дистилляторы, бочки. «Домашний погребок» торговые центры «Агора» и «Богатырь». Акция в магазинах «Домашний погребок». Скидка 20% в одном чеке на дистилляторы, бочки, коптильные, радиоприемники, самовары. В течение дня солнечная активность – умеренное, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет слабо падать и составить 767 мм ртутного столба. А у нас минус 20 на весь ассортимент «Филипс Авент». Соски, бутылочки, пустышки, стерилизаторы, радионяни, непроливайки. На все минус 20% уже в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам добра и здоровья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова